Доброго здоровья, уважаемые посетители канала! Поговорим об артрите, артрозе. Артрит это воспаление сустава, то есть в суставе произошли неблагоприятные явления. Он воспалился, заболел. Это одно. Артроз это когда уже воспаление достигает следующей своей стадии, начинают разрушаться хрящевые поверхности. И естественно здесь совсем иные боли, совсем иные происходят вещи. О чем это говорит? Причин артрита вообще-то огромное количество. Как начинают там перечислять. Важно конечно для себя уяснить. Одно дело, колени у вас начали болеть после того, как вы перенесли какое-то инфекционное заболевание. Что бы я хотел сказать, и это важно подчеркнуть, что артрит и артроз это не самостоятельное заболевание. То есть это в очень редких случаях будут как самостоятельное заболевание. В основном это следствие каких-то неблагоприятных изменений в организме. В результате чего заболели коленные суставы. Ну и начнем первое. Это инфекционная там причина. Вот вы переболели там гриппом, еще каким-то, ангиной там. И потом чувствуете, как говорят, дало осложнение на суставы. То есть у вас инфекция проникает в полость коленного сустава и начинается там воспаление. Это одно. Если же у вас это возникает от того, что вы, например, долго сидите, у вас сустав не работает. Либо же долго стоите на месте. Либо еще у вас избыточный вес, там вы там что-то там трудитесь, бегаете на суставах, чувствуете, что на них большая нагрузка. Это другое. Я посмотрел ряд специалистов, которые занимаются суставами. И вот привожу высказывание Сергея Бубновского. Считаю его специалистом номер один в этой области. Вот что он расскажет. Послушаем. Если у вас на фоне полного здоровья вдруг появились боли в коленном суставе, то немедленно вы начинаете делать упражнения по декомпрессии этого сустава и восстановлении питания этого сустава, которое осуществляется только за счет упражнений. Никакие внутрисуставные инъекции, артероскопические чистки, таблетки, хондропротекторы не являются лечебными средствами. Итак, мы с вами для себя выяснили, что лучше всего для лечения коленных суставов это профилактика. Питание, напоминаю, сустава, то есть появление суставной жидкости возможно только за счет активизации мышц этого сустава. Никакие другие средства не работают. И если мы поймем самое основное, это то, что коленный сустав, как и ряд других суставов, у нас питается посредством мышц и связок, куда поступает кровь. Для лечения, для профилактики становится ясным и понятным, что надо давать нагрузку на мышцы и связки, которые вокруг сустава коленного, для того, чтобы шли питательные вещества, для того, чтобы шли разного рода защитные вещества сустав и обеспечили его, с одной стороны, и питание, и защиту. Вот это будет самое лучшее. Поэтому существует огромное количество вообще самых различных упражнений. Но я так понимаю, все они требуют, ну хотя бы каких-то минимальных приспособлений, там то ли жгута, то ли еще там чего-то. И люди как-то, для некоторых людей это уже огромное препятствие. Поэтому я подобрал два упражнения, которые можно дома делать и получать прекрасный эффект лечебно-оздоровительный и профилактический, лишь бы было желание. Это так называемое упражнение шалтай-болтай, когда вы садитесь на высокий стул, если нету стула, на стул, как я сел. И болтайте ногами. Уже у вас работает сустав. Нагрузки на хрящевые поверхности, чтобы они терлись, у вас нету. И это заставляет сустав, он начинает работать, он получает кровь, он получает питательные вещества вместе с кровью, защитные вещества. И он начинает восстанавливаться. Естественно, надо делать от 5 минут в день, минут по 15 в день, там, и несколько раз в день. Чувствовать при этом, ага, как тут вот поработали мышцы. Следующее упражнение, это у нас велосипед. Ноги вверх, ложитесь на коврик и начинаете, значит, накручивать. Здесь, опять-таки, нагрузки нету на сустав коленный. Зато на мышцы есть, и вы ее прекрасно чувствуете. Это говорит о том, что идет кровенаполнение, мышц связок, а значит, сустав начинает лечиться, восстанавливаться, укрепляться. Щель нормальная, то есть она не сдавленная. Ну и плюс, ко всему этому, про ходьбу я расскажу, что и как ходить. Насчет бега тоже тебе расскажу. Что касается ходьбы. Ходьба замечательное упражнение. Важно здесь, чтобы работал рессорный аппарат стопы у нас. Если мы будем вот так, то рессорный аппарат стопы не работает, нагрузка идет на колени. И у людей, которые вот так вот бегают, со временем начинают болеть суставы коленные. То есть бег их начинает разрушать. Если же мы вот так пружиним, это уже лучше. Бег здесь не так действует на суставы и можно действительно нормально бегать, получать пользы. И ходьба. Раз, раз, два. Очень хорошая ходьба. Вот такие еще упражнения можно поделать. Да, во время ходьбы идите не вот так вот. Вот так некоторые ходят. Как Чарли Чаплин. А старайтесь ходить, чтобы у вас носки были ровные. Вот так идете. Здесь у вас лучше работает сустав. А не вот так. Уже постановка на пятку дает толчок на сустав. И питание. Ну, питание постарайтесь поменьше. Соленого, сладкого. И использовать холодец. Хорошая вещь. ХО-ЛО-ДЕЦ. При этом старайтесь его не солить. Холодец использует, ну, примерно грамм по 100-150. Хотя бы от одного до двух раз в неделю. Чтоб у вас это было. Ну, вот, примерно все, что я хотел сказать о профилактике и лечении коленных суставов. Так сказать, в домашних условиях, чтобы человек мог сам это сделать и получить пользу. Конечно, имеется огромное количество всевозможных средств там и прочее, прочее, прочее. Но, как показывает практика и те специалисты, которые по-настоящему разбираются в этом, лучше физических упражнений на сустав ничего нет. Все остальное, но если и помогает, то лишь на какой-то короткий срок. Я же занимаюсь, вот у меня суставы, я же занимаюсь несколько иным. Я занимаюсь, так называемой, изодинамической гимнастикой. Ну, у меня с суставами нет проблем. Там идет огромнейшая нагрузка непосредственно на кость, которая укрепляется, активизируется, работает костный мозг. Ну, и суставы, можно так сказать, в прекрасном состоянии. А что я вам и демонстрирую регулярно. Ну, на этом я закончил. Хао, я все сказал. В очередь я благодарю вас за то, что вы откликаетесь, проявляете свою благотворительность на поддержание канала. И всегда оценивайте мои видосики. Если они вам понравились, а тем более приносят в пользу, проявляете благотворительность. А если нет, я схалтую, значит дульку с маком.